Уважаемые коллеги, сегодня мы встречаемся онлайн для обсуждения проблемных вопросов, посвященных уротилиальному раку. Рад всех видеть. Мария Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Не знаю, понравилось или нет, мне точно понравился все тумор борды, которые прошли в рамках проекта «Врач будущего». Финал мы уже близок, через буквально две недели мы все встретимся в городе Казань, где состоится награждение, торжественная часть, научная часть, посвященная актуальным вопросам онкоурологии. Но, тем не менее, проблемы лечения пациентов с уротилиальным раком сегодня злободневны. И об этом говорит и статистика, которую мы имеем по частоте встречаемости урологического патологии мочевого пузыря в рак лоханки. Плюс ко всему, мы знаем, что есть сайт ВОЗ, где можно отследить динамику статистики заболеваемости, которая будет у нас через несколько лет. Поэтому на лекции своим ординаторам сегодня я говорю о том, что быть онкоурологом очень перспективно, потому что в будущем вы без работы точно не останетесь. А с учетом того, что мы сегодня будем говорить про персонифицированный подход, то вы даже можете быть каким-то магистром онкоурологических наук. То есть так скомбинировать лечение персонифицированно своему больному, что это обеспечит и адекватную выживаемость вашему больному, и качество жизни. На такой прекрасной ноте я предлагаю начать. Слово предоставляется врачу-онкологу-химиотерапевту Трушину Александру Юрьевичу. Поговорим про сальважную иммунотерапию. Я хочу сегодня представить вашему вниманию клинический случай применения сальважной иммунотерапии у пациента с мистетическим ортолиальным раком. Изначально пациент, мужчина, на момент постановки первичного диагноза ему было 61 год. Он впервые обратился к урологу по месту жительства с жалобами на кровь в моче в 2010 году. И в плану порядка ему была выполнена трансуретальная резекция мочевого пузыря. По данным гистологического исследования, пришел переход на кличный рак с инвазией в мышечный слой. Пациенту из-за его анамнезы было известно, что проводилась неоднократно внутрепузырная химиотерапия. Но, к сожалению, никакого другого лечения пациент не получал. И, соответственно, ни уролога, ни анголога на протяжении очень длительного времени не наблюдался. В марте 2022 года пациент стал повторно отмечать появление крови в моче, но этому не придал значения. Также к врачу не обратился и самостоятельно никаких мер лечения не предпринимал. Со временем, к 14 апреля 2022 года, пациента состояние стало резко ухудшаться. И уже он поступил в бригаду и скорой медицинской помощи в одну из городских больниц города Москвы. Где ему было проведено симптоматическое соответственное лечение и до обследования. По данным МРТ органов малого таза, была выявлена картина литфильтративного рака мочевого пузыря. С простанием семенные пузырьки и предстательную железу. А также были признаки вторичного поражения костей скелета. Далее все-таки пациент симптоматически пролечен. И выписан к урологу по месту жительства, который его направил на биопсию предстательной железы. Подозревая изначально рак предстательной железы. И биопсии никакого опухолевого роста не было обнаружено. И ПСА был в норме. Тем образом, рак предстательной железы у пациента не подтвердился. Далее пациент был направлен в мае 2022 года в клиническую городскую больницу имени Плетнева. В онкологическое отделение, где был выполнен тур мочевого пузыря. По данным гистологического исследования, уртериальная карцинома high-grade с микрофокусами инвазии в мышечный слой. Но, к сожалению, на тот момент уже пациент находился в достаточно таком соматическом статусе, который приравненится к КОК-3. Он сохранял только минимальную способность к самообслуживанию в пределах палаты, в которой он находился. Это тот момент времени был первый момент, когда мы непосредственно онкологи столкнулись с этим пациентом. И изначально нас урологи пригласили на консилиум, который предполагал пациенту проведение только паллиативной помощи. Пациент был ими признан инкурабельным и не предполагалось никакого специфического лекарственного лечения по поводу онкологического заболевания. Соответственно, мы на тот момент с этим не согласились. И был собран новый онкологический консилиум, расширенный с представителями разных направлений онкологии и урологии больницы, который непосредственно проходил в постели пациента. И было принято следующее непростое решение. Пациент был изначально не подходящий на препараты платины и не факт, что подходящий на какое-либо лечение. Было принято решение о проведении ему контрольного КТ грудной клетки, соответственно, для того, чтобы понимать полную распространенность заболевания и непосредственно дальнейшее начало лечения. И нами была предпринята попытка проведения иммунотерапии препаратом отеза лизумаб. По данным КТ у пациента мы увидели, что у него поражены множественными метастатическими очагами легкие. Также непосредственно у пациента тотальная пораженность стенок мочевого пузыря и изменение костей скелетолитического характера. С 24 июня по 4 августа 2022 года пациенту было в отделении, круглосуточном отделении химиотерапии, проведено 3 курса иммунотерапии с последующим контрольным обследованием. Уже на момент проведения 3 курса клинически отмечалось значительное улучшение состояния пациента. Уже ЭКОГ был не то чтобы 2, а даже может быть еще лучше. То есть пациент на 3 курс к нам пришел в клинику уже самостоятельно. У него прекратились жалобы по поводу мочеиспускания, разрешились проблемы с гематурией. И по данным контрольного обследования, которое было проведено 17 августа 2022 года, мы получили у пациента частичный ответ с достаточно хорошим уменьшением медстатических очагов непосредственно в легких. Сама первичная опухоль, поражающая мочевой пузырь, уменьшилась незначительно. И пациенту, вот вы здесь можете наблюдать снимки КТ, как уменьшались очаги в легких и в другой срез, когда достаточно крупный очаг в легком ушел совсем на фоне иммунотерапии. И самое главное, что мы добивались, это достаточно хорошего ответа по глубине ответа и по его времени. И заняло это у нас около 55 дней, что нам казалось на тот момент невозможным такой быстрый ответ на иммунотерапию. Мы, конечно, при первом контроле рассчитывали хотя бы на стабилизацию онкологического заболевания. Пациенту была продолжена иммунотерапия и суммарно пациент получил 13 курсов иммунотерапии препарата Матеза Лизумаб плюс-минус бисфосфонаты. То есть здесь все зависело от уровня СКФ пациента. Оно у него достаточно колебалось от 40 до 20 мл в минуту. К сожалению, в июле 2023 года на фоне применения лекарственной терапии у пациента стали отмечаться нежелательные явления иммунопосредственные, которые связаны с увеличением показателей печеночных трансаминаз, причем в 5 раз более границы нормы. И на фоне этого стал прогрессировать еще и признаки иммунопосредственного колита с диареей, которая начиналась сначала от 2-3 раз в сутки дошла до 10-20 раз в сутки, которая потребовала госпитализации пациента в отделении для проведения симптоматической терапии. Пациент получил глюкокортикостероидную терапию с расчетом принезалон 1 мг на 1 кг. Эффект был непосредственно достигнут. Иммунопосредственные желательные явления разрешились до явления первой степени с небольшим подъемом ЛТСТ, который периодически у пациента и на данный момент сохраняются, и практически полным разрешением до диареи, то есть примерно 1-2 раза в сутки, иногда даже не каждый день. Соответственно, на фоне всех до этого упомянутых факторов был созван новый консилиум, который принял еще более сложное решение об остановке лечения иммунотерапии, учитывая достигнутый ранее ответ пациента, учитывая высокий риск повторных иммуноопосредственных нежелательных явлений, которые могут привести к ухудшению состояния пациента вплоть до летального исхода, было принято решение о непосредственном активном динамическом наблюдении пациента, его посещением ежемесячным доктора-онколога, который контролируется по сей день, и непосредственным введением бисфосфонатов по показаниям. На данный момент пациента, даже я проверял совсем недавно его карту, на март 2024 года пациента сохраняется достигнутый ранее ответ, пациент находится в достаточно хорошем как соматическом, так и социальном статусе полностью, он проводит свое время активно, никаких непосредственно проблем со своим здоровьем, по своему мнению, не испытывает. Естественно, хочу еще здесь упомянуть слайд благодарности тем докторам, которые участвовали в лечении этого пациента, потому что такой персонифицированный подход требует достаточно больших вложений нескольких докторов разных специальностей, направленностей, и непосредственно без их участия, адекватного достижения непосредственно таких хороших результатов было бы невозможно. У меня все, коллеги, благодарю вас за внимание. Александр Юрьевич, спасибо за представленный клинический кейс, и спасибо, что на предпоследнем слайде упомянули весь состав консилиума, который вам помогал в введении данного пациента. У меня к вам, если позволите, есть два небольших вопроса. Первый вопрос касается, на сегодняшний момент пациент получает бифосфонаты каждые 28 дней. Не было желания его перевести на другую схему введения? Пациент уже с 2024 года переведен раз в три месяца. Хорошо, так, отлично. Но посещает врача каждый месяц для, так скажем, более сильной комплоентности, продолжения лечения, наблюдения активного. То есть, мне кажется, вы его до такой степени впечатлили результатами, что у вас появилась такая комплоентность с этим пациентом. И у меня тогда второй вопрос касается того, что если в будущем, наблюдая за этим больным, вы выявите прогрессию заболевания, которая, безусловно, может быть у пациента, какое лечение вы бы предпочли в его ситуации, с учетом того, что он уже получил, по сути, иммунотерапию с хорошим ответом в первой линии? Ну, здесь основное выбор лечения будет строиться на том состоянии, в котором будет пациент. Если его состояние будет таким же, как и сейчас, в хорошем статусе, мы, конечно, будем рассматривать пациента на то, чтобы он получил платин, содержащую химиотерапию. И здесь будет опциональное добавление иммунотерапии, на мой взгляд. То есть, я бы вернулся, учитывая такой результат. Александр Юрьевич, у вас есть опыт ведения больных с мутациями FGFR? Тестируете ли вы? FGFR мы тестируем, но мы не выявили пока пациентов с FGFR-мутацией. Спасибо большое. Сергей Александрович. Спасибо большое. Ну, вот случай, мне кажется, наглядно демонстрирует то, что я говорил про реальную клиническую практику. ЭКОК-3 изначально, ну, тут такого пациента, да вообще от такого пациента, наверное, 9 из 10 лечебных учреждений мы просто, в принципе, отказались, рекомендовав симптоматическую терапию. И такой результат. Сколько, Александр Юрьевич, по продолжительности терапии от изолезума была? С учетом лита, прерывания, там прочего всего. Терапия началась с июня 22-го года. И, соответственно, она длилась до примерно там июля-августа 23-го года. И сейчас пациент наблюдается активно. И до сих пор ответ сохраняется. По сути, год активной терапии и уже больше, чем полгода выживаемости без прогрессии. Да. И, слушая вот ваши сообщения, у меня тоже проскочила мысль, когда вы говорили, что СКФ подрастало до, там, 40-ка. Не было ли желания прервать от изолезума и перейти на химиотерапию? Или в случае стабильного состояния пациента на такой функции почек и при отсутствии прочих противопоказаний перейти на химиотерапию? Ну, вы, в принципе, ответили на этот вопрос, что вы рассматриваете такой вариант. В одном из недавних номеров, если я не ошибаюсь, Journal of Clinical Oncology, уже было перечисление серии наблюдений суммарно около 100 пациентов, у которых такой режим использовался. То есть назначались ингибиторы контрольных точек, там был не только от изолезума, и потом при улучшении состояния пациента по ЭКО, по прочим показателям, им проводилась химиотерапия. То есть как бы при прогрессировании сохранялся эффект пролонгированных вот этих иммунных препаратов, и к ним добавлялся эффект химиотерапии с довольно хорошим результатом. Я, наверное, соглашусь с вашим мнением о назначении платиносодержащей по возможности химиотерапии в случае прогрессирования этого пациента. Единственная, которая тут может быть проблема, она связана с тем, что эта опция не зарегистрирована. Абсолютно согласен, да. Там эта опция есть, что комбинация иммунотерапии с химиотерапией у нас нет, и в такой ситуации надо будет проводить через врачебную комиссию эту ситуацию. Спасибо большое, абсолютно согласен. Вам спасибо большое за демонстрацию, за то, что поделились таким опытом, и что пациента, по сути, с тяжелым ЭКОК-статусом, ЭКОК-3 это тяжелые больные, когда вот у тебя уже действительно, как сказал Сергей Александрович, рука тянется отправить на симптоматическую терапию, вам удалось достичь таких результатов. Поэтому спасибо вам и вашему коллективу. Двигаемся дальше, Сергей Александрович. У нас еще есть варианты третьей линии терапии медицинского ротериального рака, да, и мы сейчас про них послушаем. Ротобольских Анастасия Владимировна, медицинский центр, медицинский город, город Тюмень. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, хотелось бы вашему вниманию представить клинический случай, третья линия метастатического ротериального рака, терапия отчаянной или шанс контроля. И сейчас я хотела бы вас познакомить с нашим пациентом. На момент постановки диагноза я сразу уточню, ему было 62 года. Молодой мужчина в самом расцвете сил, так он себя называет, и никогда не унывает по этому поводу. Вот ему был выставлен рак мочевого пузыря Т2АН0М0G2, вторая стадия по морфологии артериальный рак с инвазией в мышечный слой. Также мы отразили здесь экспрессию ПТЛ, да, только она у нас в общем значении, что она больше 1%. Из сопутствующей терапии у нашего, из сопутствующей патологии у нашего пациента только артериальная гипертензия второй стадии, второй степени риск ТИХСН1, ПК2, дислепидемия. То есть в принципе очень сохранный пациент. И вот его история. То есть в июне 2017 года у него появились жалобы классические на боли при мочеиспускании и кровь в моче, что подталкивает его обратиться в поликлинику по месту жительства и начать свое обследование. То есть он дает общий анализ мочи, делает УЗИ, цистоскопию, видит образование в мочевом пузыре и микрогематурию. Что поликлиника все делает правильно, отправляет его к нам в медицинский город, наш онкологический диспансер, где ему выполняется тур мочевого пузыря и мы видим нашу морфологию, которую мы уже обсудили. Пациент попадает на консилиум, где ему предложена неодювантная химиотерапия в стандартном режиме, GGM-VAC, он проходит два курса и в дальнейшем отказывается от какого-либо лечения. Такое вот у него было решение. Динамически наблюдается. Все хорошо, ходит на осмотры. И вот случается этот момент, когда в сентябре 2019 года, извиняюсь, в июле 2019 года, при очередном контроле по КТ органов брюшной полости и малого таза мы видим конгломерат брюшинных лимфатических узлов размерами 60 на 34 мм. Что опять же мы подсылаем пациента на врачебный консилиум, где принято решение о том, что мы делаем реиндукцию по химиотерапии и опять выбираем ту же схему, GGM-VAC. При этом по истечению 6 курсов, я сразу уточню, у него сохранялась положительная динамика, поэтому мы решили еще продолжить до 9 курсов. В целом мы видим КТ у нас, брюшинные лимфатические узлы хорошо достаточно уменьшились, и пациент отправляется на динамическое наблюдение. И вот тут опять же такая стандартная, как бы скажем, ситуация после первой линии, первый контроль у нас, и мы видим опять заброшенные лимфатические узлы у нас увеличиваются, то есть прогрессирование заболевания, пациент уже не настроен на предыдущую терапию, да и времени прошло немного, а мы выбираем другую линию, GEM-CARB, и получаем только в целом такое классическое осложнение на этой схеме, это тромбоцитопия, не второй степени погреть. Выполняется контроль, и мы видим, что прогрессируют наши заболевания, но мы не отчаиваемся. В целом на второй линии, да, заканчивается уже Сергей Александрович тоже показывал этот слайд отезолизумаб, но с уклоном сейчас на то, что после первой, да, то есть любая линия после первой. И мы принимаем решение о том, что все-таки это будет иммунотерапия отезолизумабом. Из августа 2020 года пациент получает иммунотерапию, в принципе, согласно срокам, у нас было только два раза откладывалась терапия ввиду ковида, в 2020 году пациент заболел, ну что в принципе нормально по тем временам, да, была терапия отложена, и один раз у него было острое респираторное заболевание, тоже достаточно распространено. Но в целом 56 курсов иммунотерапии отезолизумабом, ни одного осложнения, нежелательного явления, что говорить нам, и исследования, да, то есть вот тут представлено КТ у нас, которое мы когда начинали иммунотерапию, лимфатические узлы у нас отмечены в виде таблицы, да, мы посмотрим, что у нас сейчас получается без динамики, да, частичный ответ, все стабильно, и статус пациента, да, еще бы хотелось разобрать, как было до химиотерапии, во время, и на фоне иммунотерапии, да, то есть статус у кого у нас сохранен, состояние удовлетворительно, но у нас ушли боли, очищенное мышечное спускание и гематурея, ну, соответственно, после тура. В целом на этом бы моя презентация закончилась. Мы как бы познакомились, посмотрели, можем еще сделать выводы, да, что иммунотерапия отезолизумабом дает нам стабилизацию процесса, сохраняет качество жизни пациента, у него все хорошо, и этот клинический случай мы отправляли и даже обсуждали с Марией Владимировной на нашей сессии, когда мы встречались в декабре, где такой даже компрометирующий вопрос прозвучал в мою сторону, а не хотите ли вы снять уже пациента с терапией, учитывая, что в целом, допустим, на пембролизумаб два года, и пациент снимает, ну, отезолизумаба таких показаний нет, вот здесь ключевой момент сегодняшнего. Этого не было в нашем борде, потому что пациент у нас проходит плановый контроль в январе месяце, МРТ, и мы видим у нас рецидив в мочевом пузыре. Конечно, нас это расстроило, пациента, возможно, тоже, но он у нас очень позитивно настроенный. Мы выполняем тур, подтверждаем, что все-таки опять это материальная карцинома, но без инвазии в мышечный слой. И поэтому, наверное, я бы закончила даже вопросом, как бы у меня есть ответ, но я бы хотела еще услышать мнение экспертов, хотя Сергей Александрович уже задали этот вопрос, и он в целом ответил на него в предыдущем презентации. Вы бы продолжили? Спасибо за внимание. Клинический случай закончен. Если мы подискутируем на эту тему, было бы очень хорошо. Спасибо большое, Анастасия Владимировна. Скажите, а отдаленных метастазов так и не было у пациента выявлено? Нет, мы сделали КТ, грудной клетки, брюшной полости, все стабильно, ничего не растет, ну так скажем, нету прогрессирования, только рецидив в мочевом пузыре и только по МРТ. То есть мы, даже по КТ его не видно, мы выполняем раз в год МРТ малого таза пациенту, и вот у нас есть там рецидив. Выполнили турок. А сам пациент-то как настроен? Он говорит, нет, вот у меня все так хорошо, продолжаем, все было здорово, и не будет? Да. Примерно так? Да, я скажу, мы же уже, когда историю пациента с вами, я вам рассказывала, то есть решение о том, что какие-то хирургические или еще другие варианты, он не рассматривает, и его качество жизни на иммунотерапии, ему нельзя, да, фотографии пациентов прикладывать, где он активно живет, радуется жизни, несмотря, уже 69 лет, то есть у него все хорошо, и вот мы сделали тур, и мы на фоне даже вот этого всего продолжаем иммунотерапию до контроля. Ну, наше решение было таково, что мы сделаем тур, посмотрели, что это не инвазивная форма, и решили еще сделать до следующего контроля продолжить иммунотерапию. Вот наше решение было на данный момент такое. Ну, я думаю, что если это решение обсуждено и разделено с пациентом, то почему бы и нет, если... То есть в целом вы нас поддерживаете. Санцевая политика пациента. Есть некоторые нюансы с этим пациентом, ну, я думаю, наверное, на его истории есть некоторые нюансы. Сижу, пытаюсь умножить ту стоимость одного цикла препарата мантеза. Только 42 месяца получается он получает у нас иммунотерапию. Это 3 года 6 месяцев примерно. А суммарно с 17-го года это получается 7-й год у нас идет жизни пациента. Вот можем с 19-го, когда было бурное прогрессирование. То есть это 5 лет. Ну, я, наверное, ответил. На вопросы мы еще Марии Владимировны и остальных коллег услышим мнение. Вопрос финансовой токсичности. Нет, это я спросил. Финансовая токсичность это риторический вопрос. Он не требует ответа. И мы, наверное, на него не ответим. Никогда. Нет, мы на него ответим, но мы не скажем им про это в эфире. Мне как-то на конференции задали вопрос о том, что вот когда у вас стоит выбор назначения вот какой терапии длительной, когда она уже вышла за рамки то, что даже исследовалось в клинических исследованиях, вот как бы вы поступили. И я говорю, ну как? Ну это же риторический вопрос. Ну как на него ответить? Нет, вот вам нужно принять решение, как вы будете вести себя с больным. Я, наверное, тоже вас поддержу, разделю ваше решение, которое вы приняли с этим пациентом. И мне кажется, оно не связано с тем, что была бы там мышечно-инвазивная форма рака, не мышечно-инвазивный у вас по ритуру пришел. По сути, это локальный рецидив полости мочевого пузыря. Нет системного прогрессирования. И если вы уложились в рамки по времени отмены терапии, когда пациент пошел на тур мочевого пузыря до момента назначения, то уложились, да, я предполагаю? Ну там плюс-минус. Он немножко в самом периоде все сделал. Вот я тоже так об этом почему-то говорю. Я разделяю, что если пациент настроен вот на такой вариант лечения. Потому что в декабре мы тогда в принципе обсуждали вопрос про то, чтобы остановиться, да, и дальше уже наблюдать за пациентом. Но вот сложилось, как сложилось. Я считаю, что если есть возможность продолжать терапию, то надо. У данного пациента, да, мы продолжили вот такое решение пока. А сейчас еще раз будем отправлять на мутации. То есть у нас некогда не делают. Забираем стеклоблоки. У нас тем более есть свежий материал, есть перспечный материал. Да, то есть мы оба гистаскана либо морфоблоки отправим в федеральный центр, скорее всего. Уже это обсуждается. Морфологические блоки отправлять, а гистасканы, которые подтверждают, что там есть мышечно-инвазивная форма. Тот материал, который первичный, сколько ему лет? С 17-го года, то есть это 7. 7 лет. Есть риск того, что там могут быть потеряны нуклеиновые кислоты, но лучше его тоже приложить. Рекомендую, по-моему, не больше старше 5 лет, но вот прям пару заключений приходило, что нуклеиновые кислоты потеряны, поэтому свежие и старые нужно будет отправить. Хорошо, спасибо большое. Почему это третья линия терапии? Был МВАК? Было на ПХТ. ГГМВАК при прогрессировании в забрюшенные лимфатические узлы 9 курсов ГГМВАКа уже палеотипных, 3 курса ГЕМКарба у нас после прогрессирования на ГГМКарба. Да, еще ГЕМКарба у нас было, на которой 3 курса мы вообще не получили. У нас отрицательная динамика сразу была. То есть только на ЦИСПЛОТИН был хороший ответ, на Карбоплатинский гензаром не ответил пациент. Понятно. Ну и, наверное, подытоживая риторический вопрос про финансовую токсичность, я вспомнил, как на одном из ЭСМО, когда только речь начала заходить про комбинированные варианты лечения, там, ну это речь шла про рак почки, и вопрос этот задали Роберту Моцару, причем так агрессивно, как, вы что, сколько это стоит, сколько будет все там для всех пациентов, которые будут требовать такое лечение, на что он ответил, вы знаете, я врач, мне надо, чтобы у меня пациент жил хорошо, долго и счастливо, а вы уж там считаете, сколько это будет стоить. Правильно ли это или нет, вот это, наверное, риторический вопрос. Спасибо большое, Анастасия. Вам спасибо за внимание. Ну, Мария Владимировна, не зря так много вопросов про определение мутации задавала, да, Мария Владимировна? Вы, наверное, подводили к чему-то, например, к следующему нашему сообщению, да? К следующему сообщению, во-первых, и в целом мое мнение, которое я расскажу в своем заключительном сообщении, оно будет, правда, краткое, мне кажется, что перспектива все-таки за подбором каких-то таргетных мишеней, на которые нужно воздействовать. Пока что вся литература говорит о том, что это спорно, на это опираться нельзя, консенсус 2020 года по молекулярным субтипам рака мочевого пузыря хорошо, но пока не применимо на практике. То есть все вот статьи, которые ты читаешь, но то, но то, но то. Но я уверена, что за этим будущее. Вот мое мнение. Так, двигаемся дальше, а то я сейчас могу долго мечтать о том, что будет. Следующее слово, мне кажется, нужно передать Карасевой Марине Евгеньевне рак мочевого пузыря с ХЕР-2 положительным статусом, с мутацией. Ну, тоже познакомлю вас с нашим случаем, который был на отделении, на котором сейчас я прохожу свою ординатуру. Вот, большое спасибо, что у меня предоставилась возможность его рассказать. Это клинический случай лечения пациента с ХЕР-2 положительным статусом, но, к сожалению, наш пациент с летальным исходом, скажем так. Вот, но довольно интересный, поэтому расскажу. Значит, на момент обращения вообще пациента в наш центр, в Немец-онкологии Мини Петрова, ему было 65 лет, и он вообще поступил изначально с целью удаления полипов кишечника. Вот, и далее он находился на динамическом наблюдении по месту жительства, регулярно обследовался. Значит, обратился впервые в 2019 году, и когда обследовался контрольно в 2020 году, по данным УЗИ органов малого таза, было выявлено изменение стенки мочевого пузыря, соответственно, с подозрением на опухолевое образование, из-за чего пациента начали дообследовать, и отправили его на МРТ органов малого таза. И по заключениям МРТ была картина опухолевого образования, соответственно, с возможным прорастанием мышечной, в мышечный слой стенки пузыря, прилагаю снимочки МРТ, и интересно то, что у пациента опухоль была довольно большая, которая перекрывала два устья мочеточника, соответственно, еще дополнительным у пациента был гидронефроз по данным исследований. Далее, соответственно, по всем протоколам и стандартам, пациенту был выполнен тур мочевого пузыря, соответственно, с астенсированием обоих мочеточников, потому что нужно было как-то разгружать почки, убрать гидронефроз и, соответственно, способствовать снижению креатинина, потому что креатинин у пациента тоже возрос. И по результатам тур нам пришло гистологическое заключение, которое подтвердило, что это инфильтративный уротелиарный рак с инвазией в мышечный слой и с HER2 положительным статусом в клетках опухоли. При этом PDL-1 был отрицателен. Далее, соответственно, мы отправили пациента к нашим химиотерапевтам и, соответственно, по всем стандартам лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря было принято о проведении стандартной неодювантной полихимиотерапии гемцитабинцисплатин. Абсолютных противопоказаний у пациента не было, но, повторюсь, что у пациента был снижен клиренс-креатинина до 53 было, принято решение о том, чтобы дозу цисплатина редуцировать на 50%. И, соответственно, пациент так получал в два введения цисплатин. После того, как два курса мы завершили, было контрольное обследование, по данным которого мы видим стабилизацию опухолевого процесса. Далее, соответственно, был снова проведен онкологический консилиум и ввиду стабилизации процесса было принято решение о том, чтобы продлить неодювантную химиотерапию еще на два цикла, то есть суммарно четыре цикла по схеме гемцитабинцисплатин, также с редуцированными дозами на 50%, но не более. То есть пациент так вот и все четыре курса лечился. И, соответственно, после того, как пациент прошел четыре цикла, по данным обследованиям была стабилизация, то есть прогрессирования никакого не наблюдалось, соответственно, было проведено оперативное лечение в объеме лапароскопической радиокальной цистектомии с формированием илеокондуита. Ну и далее, соответственно, так как у пациента был высокий риск прогрессирования, по данным гистологии, прошу прощения, сюда не вставила гистологию, по данным гистологии у пациента пришел ПТ-4АН2, соответственно, имеется высокий риск прогрессирования, по этому поводу был проведен консилиум, и на основании, ну как, положились на исследование чекмейт-274, в котором было обсуждено, что применение неволумаба по сравнению с плацебо в качестве адъювантной терапии будет довольно, будет способствовать увеличению выживаемости пациентов. Ну и, соответственно, такая возможность была обсуждена на консилиуме, и пациенту было проведено 8 введений адъювантной иммунотерапии. Но, к сожалению, при контрольном обследовании пациент спрогрессировал, были признаки метастатического поражения брюшины из-за брюшинных лимфатических узлов. И, к сожалению, с этого же времени пациент стал прям в динамике ухудшаться, появились уже боли в брюшной полости, были жалобы на повышение температуры, соответственно, и кок пациентов был уже 2. И далее пациента обследовали по данным КТ уже от сентября месяца. Множественные опухолевые инфильтраты в брюшной полости, в стенке восходящей кишки. И, соответственно, снова был проведен консилиум, и решили провести вторую линию терапии уже метастатического, да, рака мочевого пузыря, ввели в инфлурин. Но, опять же, из-за того, что пациента был снижен креатинин, было тоже в редуцированной дозе. Но при этом введение в инфлурин пациент перенёс удовлетворительно, без осложнений. Но, к сожалению, даже на этой терапии пациент у нас ухудшался. Вот. По основному заболеванию нарастала эндогенная интоксикация, полиорганная недостаточность, и в декабре 2021 года была констатирована его биологическая смерть. На данном слайде я немножко решила так кратенько привести в итоге к сути того, что мы делали. И в итоге я посчитала, что от момента постановки диагноза, да, и с проведением неадювантной химиотерапии, с проведением оперативного лечения, непосредственно уже адювантного лечения, составило 17 месяцев. То есть, это получается целый год, и, ну, почти полтора года пациент жил на терапии, такой вот, которая была назначена. Вот, к сожалению, конечно, закончилось так, как закончилось, вот, но вот такой был у нас результат в 17 месяцев. Вот, спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое, Марина Евгеньевна. Ну, скажу честно, когда мы готовились к тумор-борду по вратилиальному раку, когда месяц, чуть больше, полтора месяца назад, то я читал ваш клиничный случай как триллер такой, да, причем, мне кажется, сейчас вы его так урезали еще. Тогда вопросов у меня было больше, в общем-то, и заняло. Особенно, я помню, Ирину Мусаевну взбудоражила схема лечения, прям, очень переживала она по этому поводу. Мария Владимировна, комментарии какие-то вас как эксперты? Ну, комментарии, действительно, триллер, когда ты смотришь уже ретроспективно, да, ты мог где-то вот так поступить, где-то ты мог на вот это вот опереться. Марина Евгеньевна сказала, что этому пациенту проводилось иммуногистохимическое исследование и выявлено статус ХЕР-2 позитивного рака мочевого пузыря. Последнее время мы действительно стараемся обращать, во-первых, и на варианты дифференцировки гистологические по типу уротериального рака, которые встречаются. Плюс ко всему существенное внимание уделяем мутации и уже накапливаем определенный опыт по ведению пациентов при выявлении ХЕР-2 статуса рака мочевого пузыря. Причем достаточно спорный такой момент, потому что амплификация ХЕР-2 определяется иммуногистохимическим методом и если мы по аналогии с раком молочной железы выявляем два плюса, то в такой ситуации мы иногда выполняем, точнее, должны выполнять фиш-исследование для подтверждения действительно позитивного ХЕР-2 статуса. Но у некоторых пациентов пока что это необъяснимо и научно я для себя ответить не могу. Не у всех при фиш-исследовании затем подтверждается ХЕР-2 статус. И те пациенты, которые подверглись лечению по аналогии с раком молочной железы имеют достаточно впечатляющие результаты. К примеру, есть пациенты с плазмоцитойным раком мочевого пузыря, для которых в принципе показатели общей выживаемости колеблятся около 20%, и то, если будет выполнена цистектомия своевременно, но тем не менее, этот пациент был подвергнут комбинированному лечению антихир-2 препаратами, и у него на фоне этой терапии полный объективный ответ и рентгенологический, и после выполнения цистектомии мы обнаружили полный патоморфологический ответ опухоли, что в принципе для плазмоцитойного рака на стандартной линии химиотерапии мы не видим. Поэтому перспектива да. Стоит ли так лечить? Нет, это оффлэйбл лечения на сегодняшний день, но в рамках персонифицированного подхода я считаю, что для некоторых пациентов это может быть выход. Помогло ли бы эта ситуация для этого пациента? Я напомню, что это 19-20 год, и даже решение с Ниволумабом мы принимали, только основываясь на опыте ведения пациентов в рамках клинического исследования. Если помните, Сергей Александрович активно принимали участие в Чекмейт 274, у нас уже был на тот момент, результаты еще не были опубликованы, но у нас был определенный опыт ведения этих больных, мы знали, что хорошая переносимость, но, к сожалению, пока что мы не понимаем этих механизмов, какой пациент ответит на химиотерапию, какой пациент будет иметь более продолжительную общую выживаемость на иммунотерапии, пока что только вопросики. Я понимаю, непонятно, 19-й год, чем проводить третью линию и больше, тоже непонятно, это я тоже понимаю, почему ХЕР-2? Это у вас какой-то локальный стандарт или подумали, давайте к нему так, бах, попали? Нет, потому что в те годы на всех конференциях, со всех вот этих конференций звучало молекулярные субтипы, надо определять молекулярные субтипы, в том числе и поэтому этому пациенту определялся ХЕР-2 статус. Просто он попал в этот алкоголь. Какой-то вот изолированный маркер изолированный исследователь. Это не какая-то панель, включающая в себя ХЕР-2 и прочее, прочее, да? Мы знаем, что определение молекулярных субтипов достаточно такая затратная задача и пока что те панели, которые есть, они определяются генетическим способом, то есть, по-моему, НГС они определяются. И моногистохимические панели, одобренных для молекулярного субтипирования, пока что нет. Это только клинические исследования. И, в частности, этому пациенту вот эта гистология была получена в рамках этого внутреннего исследования. В этой ситуации мы не воспользовались результатами. Сейчас, это уже к Марине Евгеньевне вопрос, зная то, что мы знаем, те стандарты, рекомендации данного исследования, вы провели бы пациента по этому же пути или как-то изменили бы тактику, начиная там на первом, втором, третьем этапе? Скорее всего, изменило бы, потому что, получается, тут мы провели пациенту, первая линия, да, была у нас гемцитабинцисплатин с редукцией доз, а потом у нас пациент был на оперативном лечении, после оперативного лечения уже в адюванте было введено, ну, проведено ему иммунотерапией и этим неволумабом, и далее Винфлувин. Сейчас, скорее всего, вот, даже на основании сегодняшних наших докладов, скорее всего, в адювантном режиме, да, я бы выбрала дальше отезолизумаб, вот, либо же, если бы у пациента был клиренс креатинина повышенный, да, то есть, ну, так, чтобы мы могли проводить ему цисплатин, содержащую химиотерапию, можно было бы ему провести еще режим гемцитабинцисплатин, вот, то есть, ну, тут уже надо было посмотреть, как пациент себя бы дальше, так сказать, вел на терапии, вот, ну, скорее всего, да, конечно, подход был бы другой, не как тогда. Спасибо большое, коллеги, может быть, есть вопросы друг к другу, может быть, для обсуждения клинических случаев в обратном порядке пройдемся, как-то, если у кого-то возникли какие-то вопросы ретроспективно. Да, конечно, давайте, Анастасия Владимировна. Да, да, я бы хотела вопрос задать Александру Юрьевичу, у меня вопрос по купированию осложнений, так как я химиотерапевт, он химиотерапевт, купирование иммунопосредованной реакции в виде токсического гепатита, то есть, я так понимаю, колита, то есть, вы вышли только на преднизолоне или что-то еще было и к этому же вопросу за две недели. Да, спасибо большое за вопрос, здесь конкретно у нас получилось это сделать, к сожалению, мы сталкиваемся с достаточно большим количеством иммунопосредственных нежелательных явлений, в том числе и на Тезлизумабе, и одно из самых частых у нас, кстати, совсем не колиты, не гепатиты, а пульмониты. И смысл такой, что чаще всего мы стараемся этих пациентов привлекать к госпитализации, то есть, мы немножко не соответствуем тем критериям, которые прописаны в международных рекомендациях, мы амбулаторный пациент стараемся не лечить, только при совершенно невыраженных иммунопосредованных нежелательных явлениях, вот. Нет, ну то есть, если у него явные нежелательные явления возникают, вы его госпитализируете под наблюдением. это вообще вопросов здесь как бы нет. Смотрите, если касательно от Тезлизумаба, при тех условиях и случаях, когда нам, например, не удается добиться купирования, мы иногда добавляем иммуносупрессанты, что не является стандартом, но добавляем. Особенно часто это касательно и колитов, и непосредственно и пульмонитов. И также использовали при колитах в свое время и инфлексимаб. Достаточно хорошо помогает у пациентов с рефрактерным или, например, у той когорты пациентов, которые имеют кучу сопутствующих заболеваний, например, сахарный диабет, с которыми будет крайне тяжело проводить преднизолон в высоких дозах. мы пытаемся этих пациентов лечить, грубо говоря, инфлексимаб и, соответственно, метил преднизолон в дозах небольших, дозах аллергологии, это около 4-8 мг в сутки длительно. Спасибо, коллеги. Тогда будем завершать. Я надеюсь, что мы все встретимся в Казани. Приезжайте, будет интересно. Каждое подобное мероприятие молодых ученых или как сейчас молодых, да, называется даже без слова ученых, это в любом случае прекрасное мероприятие в прошении научного года, а уж если у вас грандиозные планы на будущее в онкологии, в онклурологии, это точно само собой разумеющееся. Спасибо всем большое.